Теперь их стало 12. Самый большой колокол Благовест весом почти в 100 пудов привезли в Щербинку, осветили и установили еще в июле. Такой крупный колокол надо поднимать и закреплять до возведения купола, а иначе не пройдет, не получится. И вот в семействе Тутаевских колоколов прибыло. Еще 11 разных по величине и звучанию зазвонных и подзвонных колоколов доставлены в Щербинку из Ярославской области. В воскресенье в присутствии прихожан и в атмосфере двойного праздника их осветили. Понятно, что здесь шума много, здесь железная дорога. В общем-то, бывает минуты тишины и при хорошем художественном исполнении, я думаю, мы насладимся малиновым звоном Тутаевских колоколов. Устанавливать колокола на звонницу будут чуть позже, скорее всего в марте-апреле. Священнослужители надеются, что с Божьей помощью к Пасхе эти работы будут завершены. Мы достаточно долго ждали, когда основная масса колоколов прибудет. Она пришла, мы сегодня осветились, не только праздник того, что колокола, православный праздник, но и праздник того, что мы еще стали на шаг ближе к тому, что мы завершаем полностью весь храмовый комплекс. У нас теперь не только будет красивый храм, но еще будут звонки и красивый будет колокольный звон. После молебна все желающие могли попробовать себя в качестве звонарей. А потом дело взял в свои руки профессионал. Дело, как говорится, мастера боится. Егор Лашко работает звонарем при Щербинском действующем храме уже более 10 лет. Раньше был самоучкой, а недавно пошел учиться на специальные курсы звонарей. Одновременно играть на 12 колоколах для него труда не составит. Новый набор, он поскольку выполнен одним изготовителем, то есть звук цельный, набор полный. И если сравнивать со старым просто по звучанию, то он более глубокий, более такой... А потом прихожане пили чай с блинами. Началась масленичная неделя.